всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале артстайл это первое впечатление формат распаковки правда буду честен я сюда уже поставил тест антуту бетчмарк и пока писались другие ролики подключил вайфай и даже записал папу мобайл чуть позже будет полный обзор но пока первое впечатление и телефоном я действительно еще не пользовался только поставил учетку только загрузил всякие данные сразу обращаю внимание это о том что в его компания красавчики положили бампер за который не стыдно ну не знаю там если здесь покупать в россии в москве ту наверное тысячи рублей полторы потому что он крепкий и промут реально хороший чуть позже подробнее его покажу одену на телефон сам телефон аккуратно вытаскиваем из коробки сразу хочется мне о нем рассказать что модель середнячок ну по стоимости он я не думаю что будет такой прям середнячком но здесь есть за что брать деньги по крайней мере в этом аппарате судите сами здесь у нас супер амолит дисплей сканер в экране выдвижная камера и я уже ее также прям запустил посмотрел как она работает две сим-карты отдельный слот под карты памяти здесь 675 qualcomm snapdragon здесь либо 6 либо 8 гигабайт оперативной памяти и здесь 128 гигабайт встроенный чуть позже я поделюсь своим мнением как он фотографирует ко всему прочему здесь фронталка аж на 32 мегапикселей три основных камеры одна из которых у нас одна из них 48 мегапикселей и так по внешнему виду вот первое впечатление держишь телефон в руке он не кажется сильно скользким я конечно похожу плюс бампер в комплекте крутой но почему-то вот они как-то смогли сделать что он из руки не выскакивает вот это меня радует действительно блок камер довольно таки сильно выпирает если положить телефон покачивается немножко до блок камер выпирает действительно сверху фронталочка давайте сразу и включу круто я конечно такое уже видел но все равно приятно вот она фронтальная камера она выдвигается когда мы запускаем разумно связи с этим у нас огромный здесь 639 64 full hd дисплей вытянуты разумеется у нас рамочки со всех сторон тоненькие есть разъем даже для наушников есть модуль nfc но я не берусь сейчас целью сделать обзор просто передаю свои ощущения красивый телефон сзади такой вот но не градиент так как назвать на свету конечно он играет и как будто ракушка знаете вот точно ракушку напоминает обычная речная или морская раковина немножечко внизу есть красный цвет еще у меня на тесте синий кнопки расположены стандартно кнопка включения посередине сверху клавиши громкости три лотка как я говорил а вот это что за кнопка а это google всего лишь голосовой помощник кнопочка не знаю будет она нажиматься или нет процессе использования протестирую расскажу звук динамик один я даже не знаю если здесь стерео но подозреваю что нет ему протестирую расскажу микро юсб кстати не тайп си а вот это уже не очень хорошо в современном телефоне все-таки уже тайп си пора переходить снизу лоточек под sim карты знаете ребят первое впечатление оказалось хорошим необычным необычно пусть я уже такое видел но все равно хорошо что здесь нет никаких не моно бровей не как samsung делает отверстие в экране который на мой взгляд действительно лучше чем просто моно бровь не как раньше те живи вы делали маленькую такую выемку что тоже не мешает а просто прикольно сделали выдвижную камеру осталось рассказать поделиться своими впечатлениями я тест antutu запустил здесь по 11 нанометровому процессору сделан полком снайпдрагон 675 180 тысяч в antutu я не думаю что будет какое-то чудо но на средних настройках игрушечки должны пойти телефон достаточно увесистый несмотря на батарейку 3 700 немало но и немного и подождите немножко скоро выйдет на него полный обзор viva viva v15 pro как всегда желаю будьте здоровы будьте успешны будьте позитивны до новых выпусков с уважением ко всем давид счастливо до новых выпусков